Приветствую вас, и есть несколько моментов, которые мне хотелось бы прояснить в вашем сообщении, в вашем письме. Первый момент это касается родителей. Второй момент касается чужого человека. Другий момент касается, собственно говоря, отношений на расстоянии. Что можно сделать, чтобы стать ближе? Ну, во-первых, что касается родителей, здесь я могу сказать вам так. Политика родителей такова, что они стремятся вас защитить. И их желания совершенно нормально. Нормально беспокоиться за вас, нормально переживать, хотеть, чтобы у вас было будущее, хотеть, чтобы у вас была такая жизнь, которой они для вас желают, какой они ее видят, и так далее. И это нормальное желание родителей. Но, у вас есть своя точка зрения на это, свое мнение на это. И вот ваше видение, исходя из того, что вы уже взрослый человек, ваше видение является приоритетным данным мнением родителей. Почему? Потому что, то, что делает молодой человек, а именно, он приезжает к вам, хоть и не всегда, он, значит, взял вас к себе в отпуск, на отдых, он предлагает вам приехать к себе, это совершенно нормально. Абсолютно нормальное его поведение. И то, что он вас замуж сразу не зовет, это тоже в данном случае естественно, потому что он хочет сперва пожить вместе, чтобы понять, а можете ли вы, как пара, жить вместе. И пока он этого не поймет, вряд ли он позовет вас заходить замуж. И здесь возникает вопрос. А вот родители, понятно, такого отношения к вам не признают, потому что они люди старые загадки. Но вам такое отношение понятно, ведь вы человек современный, вы понимаете, что у вас нет другого выбора, кроме как, если вы хотите быть вместе, а приехать к нему на его жилпочке, по-моему, жить так. И вопрос возникает такой, что вы не хотите расстраиваться родителям, вы не хотите идти против них. Но, понимаете, в чем дело. Родители-то ваши боятся за вас. Но боясь за вас, они хотят вам счастья. Они хотят вам всего самого лучшего. Они не хотят, чтобы вы как-то обожгли, чтобы вы как-то разочаровались и прочее. И они будут против ваших отношений до тех пор, пока либо вы не примете полностью их позицию, не скажете, вот, вы знаете, я поняла, что вы правы. Либо вы не сделаете по-своему и показываете, вот, видите, я не говорила вам, что это мои счастья, вы мне палки в колеса вставляете. И тогда родители смирятся с вашим выбором, и у них не будет иного выхода, кроме как принять его. Но для этого вам необходимо пойти против них. И формально вы имеете на это полное право, потому что это ваша жизнь, и ваша жизнь находится только под вашим контролем, под вашим определением, под вашим выбором. Родители влияют на вас только до тех пор, пока вы маленькая, вы уже выросли, вы уже взрослый человек, и вы сами способны принимать решения. А если вы хотите или надеетесь переубедить родителей, то нужно сказать, что у вас не получится, потому что они люди своего времени, и в их молодости были совсем другие цели, другие ценности, другие моральные нормы и прочее. Они просто не понимают современных реалий. И к этому нужно относиться именно так, что они не понимают, они не способны этого отостать. Но это не значит, что вам можно и нужно себе вредить. А до тех пор, пока вы слышите родителей, вы именно что делаете себе вредите. Соответственно, этот момент нужно вам пересмотреть. Приоритет в вопросах вашей личной жизни всегда задается вам как субъект. Это ваша жизнь, и только вам решать, как ее прожить. Дальше. Что касается чужого человека, то вот очень интересно, вы написали, как мне показал, что родители считают этого мужчину чужим человеком, а вы? Вы считаете этого мужчину чужим человеком? Если нет, то что мешает ему приехать, допустим, к вам познакомиться с вашими родителями? Показать им, какой он, этот молодой человек, хороший, какой он даботливый, как он искренне к вам относится и так далее. Да, может быть, это не приубедит родителей, но, по крайней мере, они будут знать, с кем вы. И это будет уже гораздо более легкой задачей принять ваше решение. И чужой человек, как они говорят, уже просто, просто, в принципе, чужим не сможет быть, потому что они его уже увидят, они с ним познакомятся. Да, может быть, он им не понравится, да, может быть, они не применяют своего решения, ведь отпустить вас, свою девочку, для них это очень страшно. Но, по крайней мере, они уже не будут считать, что этот мужчина чужой. Они будут иметь, хотя бы, представление о том, кто он и чужой из себя представляет. Для вас это только плюс. Если вы не сделали этого, то обязательно сделайте. А если вы не сделали, тогда, простите, чужим человеком родители считать вашего молодого человека не могут, потому что он таковым уже не является. И если они это говорят, значит, они стремятся сгустить краски, специально для того, чтобы вас удерживать. Вот почему они хотят вас удерживать, это уже момент. Ведь если они удерживают вас из-за того, что боятся за вас, переживают, то, да, ну, мы этот момент рассмотрели. А если они действуют за своих интересах, если они не хотят, чтобы вы уходили от них, если они хотят, чтобы вы, допустим, как-то, ну, чтобы вы как-то навелись всепостоятельно, что тогда? Ну, надо об этом подумать. И, отвечая на ваш последний вопрос, можно сказать так. Значит, вы можете быть ближе только, если будет конкретная цель на ваших отношениях. На расстоянии так все время мужчина быть не захочет. И, чтобы стать ближе, нужно иметь четкую цель по сближению между вами. Эта четкая цель, нужно, эту четкую цель, нужно установить. Идти. Идти. Эта цель должна быть связана с вашим пребыванием друг с другом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, собрались в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, дейте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok